В этой власти, я убежден, ничего не изменится. И когда они говорят, что... И во второй каденции тоже. Через пять лет будет то же самое или еще хуже? Вторая каденция, во-первых, я уверен, что будет очень жесткая зачистка всех инакомыслящих, потому что у нас, к сожалению... Ну да, если агент Кремля кто критикует, то их же надо в тюрьму, наверное. Может закон о клевете? Ну так вот, опять же, знаете, я вот каждый раз, когда слышу эту цифру, я просто ужасаюсь, когда говорят за 20 тысяч добровольцев, которые на сегодня сидят в тюрьмах. Это вот какая цифра! Это же ужасающая цифра! Ну она же есть, значит, кому-то это выгодно, садить этих людей в тюрьму. Поэтому у нас, получается, весь добровольческий корпус сейчас просто сидит. И это во время войны. Значит, он не нужен. Этой власти, те люди, которые защищали Украину в 2014, сейчас ей не нужны. Как не нужны свободно мыслящие люди, как не нужны люди, для которых Украина приоритет, а не подчинение власти? Да, к сожалению, это так. То есть в ближайшие пять лет в плане возвращения Крыма, возвращения от Донбасса шансов нет? Никаких перспектив нет. А в плане закручивания гаев перспективы есть? Закончу еще мысли. Знаете, вот когда говорят, что, допустим, вот эти вот клоуны, там, Тимошенко, допустим, там, они, как говорят, криминерская зузуля, вот, там, Зеленский, это клоун, ну, получается, что вот эти два основные претендента, вот, не подходят, потому что один клоун, другая, блин, зузуля, вот, а вот он молодец, потому что, и вот здесь самое интересное, потому что Порошенко якобы не подходит Путину, потому что Путина устраивают все, кроме Порошенко. Я вообще не могу понять, да, не могу понять, откуда это взяли. Да, абсолютно этот лозунг взяли, ну, ни разу я не слышал, чтобы... Выдуман на улице Банцевой. Абсолютно, чтобы Порошенко, вернее, чтобы Путин вышел и сказал, хлопцы, ну, давайте кого угодно, потому что, ну, вот, не могу, не могу я вас с ним вообще, ну, просто какой-то цирк. Такое интересное, чтобы я даже...